Здравствуйте, это Рынки, в студии Алифсина Пинкальска. Итак, главная новость сегодняшнего дня и, пожалуй, даже и все недели, это камбэк бюджетного правила в России. Уже через два дня, в пятницу, 13 января, ЦБ выйдет на рынок с продажей валюты, а именно юани, об этом официально заявили в регуляторе и Минфине. Напомню, что действие старого бюджетного правила было приостановлено весной 2022 года, а потом обсуждалось при подготовке бюджета его новая модификация, и вот уже в январе начнет оно действовать по-новому. Причина – это Минфин ожидает в январе недополучение нефтегазовых доходов на сумму порядка 55 миллиардов рублей. Но я напомню, что на днях Минфин также сообщила о том, что дефицит бюджета по итогам прошлого года достиг 3 триллионов 300 миллиардов рублей, оказался одним из крупнейших в истории России, порядка 2,3% от ВВП. Итак, продажа юаней будет происходить в период с 13 января по 6 февраля. Соответственно, ежедневно регулятор будет продавать валюту на сумму в 3 миллиарда рублей. Но после таких новостей доллар к текущей минуте теряет около 1,5%. В моменте он опустился ниже 69 рублей. Ну а курс юаня к рублю снижается более чем на 2% до 10 рублей примерно. Но подробнее тему бюджетного дефицита, бюджетного правила и курса рубля. Все это будем обсуждать с нашим гостем. К нам присоединяется Александр Исаков, главный экономист по России и Центральной Восточной Европе Bloomberg Economics. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну и так, по бюджетному правилу, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы, ЦБ Минфин будет продавать валюту из ФНБ, покупать рубли. Рубль ожидаемо укрепляется вот сейчас на этих новостях. Но при этом для бюджета укрепление рубля тоже не позитивно. Дефицит будет разрастаться. Получается, Александр, какой-то замкнутый круг? Нет, это не замкнутый круг. На самом деле, вот эта вот центральность слабого рубля для того, чтобы сбалансировать бюджет, это один из популярных тезисов, но который является в принципе заблуждением. В моменте мягкий рубль действительно помогает собрать чуть больше нефтегазовых доходов. Но если мы посмотрим, например, на горизонте года, а это очень мало времени, то Минфин обычно вынужден наращивать все остальные расходы на сумму инфляции, которая вызвана этим слабым рублем. Мы видим больше индексации, больше расходов на инфляционные программы и так далее. Поэтому это хорошая реакция, которая также приведет к тому, что мы увидим снижение рублевых ставок в этом году раньше, чем, я думаю, рынок ожидает. Это для Минфина может быть даже важнее. Сейчас мы тратим порядка полутора процентов ВВП на обслуживание государственного долга. И при 10-летних ставках в 10% нам нужны низкие рублевые ставки и, возможно, более крепкий рубль. Ну, смотрите, Александр, была опубликована Минфином цена на Юрлс за декабрь, это официальные данные, в районе 50 рублей за баррель. Но такое ощущение, что если эта цена сохранится, то ЦБ придется весь год продавать валюту. Хватит ли ее? Идут распродажи из ФНБ, правильно я понимаю? Да, все верно, все абсолютно так. Даже больше вам скажу, если эта цена сохранится на все оставшиеся 12 месяцев, то, по нашим оценкам, Минфину придется продать примерно одну пятую всех оставшихся ликвидных активов ФНБ. То есть примерно 24 миллиарда из порядка 124 миллиардов оставшихся ликвидных активов на начало декабря прошлого года. Это не критично, в принципе, такая скорость продаж не представляет опасности, и это ровно то, зачем эти ликвидные активы накапливались в прошлые годы. То есть считать, что ФНБ хватит? А если меньше 50 будет? Я думаю, что общее правило состоит в том, что в двух цифрах, которые, может быть, нам полезно всем помнить. Базовая цена нефти, заложенная в этом правиле, примерно 60 долларов за баррель. Плюс-минус 60, запоминаем эту цифру. И каждый доллар, отклонение от этой цены вниз, стоит примерно 2 миллиарда долларов в год. Таким образом, если нефть будет в среднем не 50, а, скажем, 40, добавляем еще 20 миллиардов долларов продаж за 12 месяцев. Александр, мы все говорим, что старое бюджетное правило было приостановлено в апреле, дальше обсуждались новые модификации бюджетного правила. Можно ли как-то вкратце и доступно объяснить, чем старое бюджетное правило отличается от текущего бюджетного правила в новой редакции, скажем так? Скажу напрямую, что мне кажется, что старое правило было лучше между нами. Отличается оно двумя вещами. Первое – уровнем отсечки, уровнем базовой цены нефти. В новом правиле оно порядка 60, как мы обсудили. В старом правиле оно было бы сейчас порядка 45. То есть сейчас вот эта базовая цена нефти, на которой строится расходная часть бюджета, она выше. Вторая часть – это более тонкий момент. Он состоит в том, что базовые расходы не учитывают текущего рыночного валютного курса. Мы знаем, что Минфин получает больше доходов, когда курс слабее, и меньше, когда он крепче. И вот тот факт, что базовые доходы зафиксированы, может создавать такие неприятные циклы, когда, например, ваши доходы низкие, вы продаете валюту, курс укрепляется, доходы еще сильнее падают, и вы начинаете еще больше продавать валюты. Такая неприятная цикличность была у первого посткрымского правила версии 2017 года. И Минфин, правительство ее вылечили, поменяв формулу в 2018 году. Так что я думаю, что, в принципе, это тоже исправится в следующие 12 месяцев, и формула спектируется. Александр, следующий у меня блок вопросов, я думаю, который сейчас прежде всего волнует всех, это что будет дальше с курсом. Сейчас, как мы видим, рубль реагирует на такие просто только новости. Даже еще не идет никакой продажи. На такие новости рубль реагирует укреплением и к доллару, и к юаню. Поэтому, соответственно, первый вопрос у меня, что будет с курсом уже при конкретно продажах валюты. И второй такой подвопрос. Ранее неоднократно встречало мнение, что конкретно при продаже или покупке юаней влияние через кросс-курсы на отношения рубля и доллара будет каким-то минимальным, потому что будет недостаточно ликвидности. В итоге оказывается уже сейчас, что на новостях все-таки влияние будет? Во-первых, происходит то, что ровно должно происходить. Ведь мы сейчас с вами посчитали, что, например, Минфин за следующие 12 месяцев продаст 24 миллиарда долларов, если юрос будет 50. Это существенная сумма, если сравнить с размером ВВП российским в долларах, 2,5 триллиона примерно. И мы должны, по нашим оценкам, видеть вкрепление на 3-4% при таком порядке величинных продаж. Это нормально все, что должно происходить. Что будет с курсом? Я думаю, что мы должны ждать укрепления на 3-4% против 70 долларов. После этого ничего не произойдет. Почему? Потому что мы увидим дальнейшее снижение рублевых ставок за счет того, что стабилизируется инфляционное ожидание, и мы увидим, что Банк России продолжит снижать ставки. Разница между рублевыми ставками и долларами сейчас очень низкая, и поэтому какого-то значительного укрепления рубля ожидать не стоит. Александр, можно ли вот эту продажу валюту ЦБ называть интервенциями? Вы бы называли это так? Я бы называл это так. Мне кажется, это понятное всем слово совершенно. Гуманитарщина, она не так важна, вы можете называть это, как хотите, но интервенции я бы тоже называл. Хорошо, Александр, вот вы уже заговорили про инфляционное ожидание, сказали, что ждете какой-то их стабилизации, соответственно, я так понимаю, снижение ключевой ставки, в том числе Банка России, но между тем дефицит федерального бюджета, ведь планируется, по сути, закрываться еще и огромным размещением УФЗ. Видели мы в декабре, в ноябре, как агрессивно Минфин действовал на долговом рынке, ну и плюс фактически за счет эмиссии, что является такими сильными проинфляционными факторами. И все равно, несмотря на это, вы ждете какой-то стабилизации инфляции, правильно я вас понимаю? Абсолютно так. Я думаю, что инфляция в этом году не превысит 7% по итогам года. Здесь агрессивные заимствования Минфина, они были вызваны тем, что Минфин поздно вышел на рынок, нужно было начинать занимать гораздо раньше. Минфин действительно выполнял свой план, но в спешке, большими объемами и так далее. В этом году план абсолютно управляемый, но действительно ту проблему, которую надо решить, это структура покупателей этого долга. В прошлом году покупателями были почти исключительно российские банки, и кредитование банками правительства является созданием нового долга, новой денежной массы. Это довольно инфляционно. Мы должны делать так, чтобы основным покупателем долга был институциональный инвестор, в частности розничный инвестор, который не создает деньги, а откладывает часть текущего употребления на будущее, когда у нас будет больше предложения товаров и так далее. То есть мы должны всеми силами, в том числе, мне кажется, и за счет отмены НДФЛ на доходы от ОФЗ, вернуть розничного сберегателя на рынок ОФЗ. Тогда мы решим нашу проблему с рисками инфляции. Мне кажется, что НДФЛ на доходы от ОФЗ был ошибкой. Смотрите, Александр, ну вот вы сказали, что ждете уже определенное некое снижение проинфляционных ожиданий, в том числе, и сейчас говорить о том, что вот это увеличение денежной массы, агрессивная политика Минфина должна претерпеть изменения при таких-таких условиях. Но если это не будет выполнено, и не будут привлечены розничные инвесторы, покупателями по-прежнему останутся банки. Что тогда с вашим первым допущением по поводу инфляции? Нет, нет, мое первое допущение, оно... Это только ваше желание? Да, да, это мое пожелание. Если Минфин сможет перенести вес размещения на небанковские организации и частных инвесторов, то действительно инфляция будет ниже моего прогноза. Я думаю, что этого не случится в этом году, почти 100%, и инфляция будет порядка 7%. Хорошо, Александр, хотел тогда вкратце с вами поговорить по поводу других сообщений от Минфина, которые были на этой неделе, по поводу дефицита федерального бюджета в 2022 году. Он оказался одним из крупнейших. 3,3 триллиона рублей, 2,3% от ВВП. Однако вплоть до декабря бюджет оставался профицитным. То есть фактически весь этот большой дефицит образовался за последний месяц года. Это вообще типичная ситуация сезонная, либо это какая-то аномалия? Ну, надо сказать следующие две вещи. У нас в прошлом году очень сильно росли расходы. То есть весь год наши расходы росли двузначными темпами против 2021 года. Это раз. Во-вторых, действительно у нас такая клюшечная сезонность в расходах всегда была. То есть порядка 1,5 всех расходов мы тратим в декабре. Каждый год. Если вы посмотрите профильные комментарии на этот счет, счетная палата и так далее, всегда все говорят, давайте исполнять равномернее. Мы всегда стараемся равномернее исполнять, но 20% расходов приходится на декабрь. В этом году пришлось 22% расходов. Больше, чем обычно, но в принципе в рамках нормы. Нам говорили, что это ускорение расходов связано каким-то образом с переносом расходов этого года на прошлый год. То есть таким опережающим исполнением расходов. Но, честно говоря, я не думаю, что следует каким-то образом ждать снижения плана в 29 триллионов на этот год из-за этого ускоренного исполнения. Я думаю, что потратим 29 триллионов, возможно, даже больше. А вот этот прогноз Минфина по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП, скорее всего, будет достигнут или, как и в прошлом, по итогу окажется дефицит больше ожидаемого? На самом деле наша практика состоит в том, что дефицит оказывается меньше, чем плана Минфина. Это было раньше. Да, да, это было раньше, ну, до прошлого года. В этом году, я думаю, что, опять же, вот если использовать то предположение, которое мы использовали весь наш разговор, 50 долларов за баррель, это вот нам будет стоить примерно 1,6% дополнительного дефицита. То есть мы получим примерно 3,6%, может быть, ну вот порядка 3,6% ВВП дефицита. Это чуть меньше 5 триллионов рублей, плюс-минус. Хорошо, спасибо большое, Александр. С нами на связи был Александр Исаков, главный экономист по России и Центральной Восточной Европе Бломбер и Кокономикс. Обсуждали мы целый шквал новостей от Минфина и ЦБ. Это и возобновление бюджетного правила, и дефицит российского бюджета, и прогноз курса рубля. Но вернемся все-таки немножко на российский фондовый рынок. Открылся он на позитиве и продолжает держаться, опять-таки, в плюсе к текущей минуте. Индекс Мосбиржи прибавляет больше полупроцента. Кстати, несмотря на сообщение о том, что Евросоюз готовит 10-й юбилейный пакет санкций. Но, видимо, пока на данный момент какой-то лимит каких-то значимых мер уже исчерпан. Все плохое случилось, и вот эта подготовка к пакету уже как-то не слишком волнует инвесторов. Акции Роснефти сегодня очистились от дивидендов. В моменте они теряли порядка 5%. В числе аутсайдеров также бумаги дальневосточного морского пароходства. Компания фактически стала государственной этой ночью по решению суда. А вот вверх рынок сегодня тащит котировки Сбербанка. В моменте акции прибавляли около 3% и делали более половины всего оборота Мосбиржи. О том, что происходит сегодня на российском фондовом рынке, самая интересная история и чего ждать в январе. Все это будем обсуждать с нашим гостем. К нам присоединяется Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы «Финам». Ярослав, здравствуйте. Добрый день. В целом, я смотрю, первые дни января рынок показывает умеренно, но все-таки рост. Хотя, если смотреть общую картину, то с ноября все-таки видим тот самый унылый боковик. Как считаете, что будет по итогам первого месяца года? По итогам первого месяца года я думаю, что все-таки постараемся немножко подрасти. И многие риски уже в цене, и в этом отношении российский рынок может показывать умеренную, позитивную динамику. Все-таки рост вполне возможен, особенно учитывая, что компании постепенно возвращаются к обычному функционированию. Стрессы во многом уже реализованы, и дивидендная доходность, она в принципе российского рынка будет постепенно восстанавливаться, деньги будут приходить на рынок, и в этом отношении вполне мы можем показать рост. Ярослав, ну вот яркая новость сегодняшнего дня, утра-ночи, то, что суд обратил в доход государства более 90% акций дальневосточного морского пароходства. Что это вообще значит, если объяснить всю эту историю простым языком, у миноритариев что-то отнимут? Вы знаете, да, я вспомнил, да, у нас был уже прецедент 2003 года, когда, соответственно, были тоже подставимые иски по одному из крупнейших компаний минеральных удобрений. Ну, это дела бывшие, да. Я отмечу, что, конечно же, здесь обращение в пользу государства тех долей, которые, соответственно, принадлежат мажоритариям, которым у государства есть некие претензии. Уже, так скажем, многие посмотрели и фрифлот на Мосбирже, посмотрели, какие доли у кого возникает некое несоответствие. Но с точки зрения ДВМП, мне кажется, что если акции перейдут государству, да, конечно, определенная, так скажем, стагнация котировки вполне может присутствовать. Но дальнейший этап вполне позволит котировкам достаточно неплохо подрастить. И это первый момент. Второй момент. Вот смотрите, еще тоже были какие риски, что государство, вот тот самый миллиард долларов, которое ДВМП пытается вернуть себе, государство все эти деньги заберет себе и таким образом ДВМП ничего не останется. Ну, по крайней мере, вот на рынке такие опасения присутствовали. Сейчас деньги будут возвращаться ДВМП, которое принадлежит государству. Есть определенный риск, что государство, нарасти в долю до 90% сделает, соответственно, принудительный выкуп бумаг. Плохо это и хорошо, но, на мой взгляд, здесь надо там считать. Ну, тут смотря по какой цене будет принудительный выкуп, тогда уже можно будет говорить хорошо или плохо. Да, ну, я имею в виду, что для частного инвестора сейчас в некоторой степени поддержка может являться там средняя за полгода. То есть она где-то примерно там у текущих уровней. Таким образом, я считаю, что для самой компании и для мажоритарных акционеров все эти новости, конечно же, являются шоковыми. Но существенное влияние ни на бизнес, ни на операционную деятельность никакого влияния не оказывает. Ну, вот то, о чем я говорил, да, спекулятивные позиции частью инвесторов набирались в надежде на то, что ДВМП отбилит миллиард, и при том, что там капитализация 1,7, котировки взлетят. Понятно, что здесь бы спекулянты очень неплохо произвели. Сейчас некоторые эти планы, видимо, нарушаются, и мы видим фиксацию части спекулятивных позиций. Ярослав, вот, кстати, я хотел вернуться к вашему первому ответу, когда я вас спросила, как вы видите первый месяц года для инвесторов, вы довольно так позитивно отозвались, сказали, что возможен рост. А вот на днях прочитала новость о том, что власти готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок. Ну, вы как считаете, это какие-то пустые мечты этих самых властей, наших регуляторных органов, или что-то действительно может получиться, и что нужно сделать, чтобы привлечь дружественных нерезидентов на наш рынок? Потому что, конечно, в условиях, когда интерес даже у российских физиков несколько падает к инвестициям на российском рынке, было бы неплохо привлечь кого-то еще. Я с вами абсолютно согласен, что, конечно же, привлечение дружественных инвесторов достаточно позитивно отразится на российском рынке. Но я думаю, что это история не января месяца, а, наверное, следующих периодов. Но здесь стоит учитывать, у нас Московская биржа, лидер Восточной Европы с точки зрения инфраструктуры. Если посмотреть страны СНГ и ближайшие наши соседи, опять же, мы здесь неплохо выглядим на этом фоне, и можем предоставить достаточно удобную емкую инфраструктуру. Санкт-Петербургская биржа тоже достаточно активно двигается в развитии. Поэтому я абсолютно уверен, что на периоде полугода-года у нас будут возникать некие, так скажем, консолидации соседями по финансовым инструментам, по выходу компаний наших дружественных соседей на российский рынок, привлечения капитала на российском рынке. И вполне вероятно будут некие, так скажем, союзы по валютному аспекту, по движению капитала, именно валютной сфере, нашим замечательным дружественным странам. Ну и в определенной степени мы уже видим этот процесс. Да, запускаются валюты на московской бирже наших ближайших соседей, и в этом отношении движение капитала, можно говорить, ускоряет. Ярослав, смотрите, последние дни мы видели какой-то небывалый взлет компании третьего эшелона, фармсинтеза, двузначный рост показал более 50% за несколько дней. Что это было? Это вот одна из этих историй, которые мы видим в последнее время, когда вдруг выстреливает компания третьего эшелона, и как реагировать инвестору на подобные истории? Ну, вы знаете, да, я тоже обратил внимание на копировки фармсинтеза, еще будучи, так скажем, в обойме аналитиков. В 2010 году даже ресерч по фармсинтезу. И могу сказать следующее, да, на рынке присутствуют некие ожидания, слухи, связанные с тем, что компания может уйти, опять же, слухи о том, что компания может уйти с российского рынка, что будет некая оферта по 8 рублей. И это, в какой-то степени, мне кажется, был определенного рода ПАМ. Вчера был совет директоров, но пока я никаких существенных фактов по решениям совет директоров по фармсинтезу не видел. Может быть, уже какая-то информация была опубликована. Да, сегодня достаточно активно снижаемся. Здесь все очень просто. Наверное, самое главное правило при работе с такими активами, если ты не успел сесть в поезд, который отправился 3 дня назад, то уже в процессе садиться в уходящий эшелон абсолютно не стоит. Почему? Потому что ликвидность низкая. движение, которое, не знаю, в ликвидных бумагах будет отыгрываться несколько месяцев, здесь отыгрывается в течение двух дней. И риски здесь, конечно, колоссальные. Поэтому, если у вас в вашем портфеле не были бумаги той или иной компании, которая показывает 30 или 40 процентный рост, то лучше, конечно, задуматься, стоит ли вам в ваш портфель получить высокую волатинку. Хорошо, спасибо большое, Ярослав. С нами на связи был Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы «Финам». Обсуждали мы самую интересную историю, которая происходит на первой рабочей неделе после праздников на российском рынке. Кстати, тоже еще из интересного отмечу, что «Лукойл» производит такой обмен активами своеобразный, продает свой завод в Италии, на Сицилии, о котором уже много раз говорили, называли разные имена покупателей. Пришла даже речь о национализации со стороны правительства Италии. Но в итоге все-таки нашелся покупатель, но с другой стороны покупает НЛ в России. И отмечу, опять-таки, еще раз повторюсь, что с 13 января уже через два дня на валютный рынок выходит наш Центробанк, будет продавать юани на этом фоне. Только на появление новостей рубль начал укрепляться.